По весне, князь Киевский, стоп, 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 какой весне, почему по весне-то, по весне надо уже в Константинополь ехать, все обратно сдавать, когда реки вскрылись, не черта подобного, заново начнем. Добрый день, уважаемые зрители и слушатели, мы продолжаем наши лекции по истории России. Тема сегодняшней лекции «Первые русские князья». Мы поговорим о первых правителях единого древнерусского государства, которое возникло в 9 веке. Это князья именем Олег и Игорь. Надо сказать, что наука и история очень сильно зависят от исторических источников, и чем дальше от нас отстоят события по ленте времени, тем меньше источников у нас есть, и тем труднее эти источники интерпретировать. Поэтому, конечно же, очень важная проблема – это проблема достоверности той картины, которую мы реконструируем на основании источников. И вот эта проблема, существующая в исторической науке, порождает огромное количество всевозможных мистификаций, фальсификаций и попыток историю переписать. Некоторые даже вполне себе отягченные научными регалиями люди, правда из других областей научного знания, начинают придумывать какие-то фантасмагорические исторические концепции, говоря о том, что никакой древней истории не существует, например. Вот есть такой замечательный академик Фоменко, математик, который в один прекрасный момент решил, что он очень хорошо разбирается в истории и создал целую серию книг под названием, общим названием «Новая хронология», говоря о том, что никакой древней истории нет, а вся история возникает исключительно где-то в 16-17 веках, когда все в огромном количестве занимались переписыванием исторических источников. По мнению Фоменко и повесть временных лет Нестера, это документ написанный в 17 веке, а не в 12, как принято считать в исторической науке. В общем, количество всевозможных людей, которые пытаются сказать, я вам сейчас открою страшную историческую правду, все было не так, как в школьном учебнике, огромно, тем более, что распространяется у нас сейчас информация через интернет очень быстро и легко. Но мы с вами попытаемся все-таки говорить о реальных событиях. Правда, надо иметь в виду, что истолковывать источники разные историки стараются по-разному. Поэтому то, о чем мы с вами будем говорить в первую очередь сегодня, основывается напрямую на том тексте, который содержится в повести временных лет. И все любопытные такие, не очень обычные, я бы даже сказал, с налетом сказочности моменты, мы с вами спишем на фантазию монаха Нестера. Мы с вами говорили на прошлой лекции, что к середине 9 века на землях восточных славян возникает два центра государственности. Первый располагался севернее, в районе Новгорода, на землях приэльменских славян, где правил то ли скандинав, то ли западный славянин Абадрид Рюрик. Второй центр возникает южнее, в районе Среднего Поднепровья, там где расселялось племя полян. Там центром был город Киев, в котором сидели опять же то ли варяги, то ли славяне полянского роду Аскольд и Гир. Так или иначе, оба вот этих центра государственности находились на важнейшем торговом пути из варяг в Греки и естественно, что правители стремились полностью этот путь взять под контроль. Однако сделает это не Рюрик, не Аскольд, не Гир. Если верить повести временных лет, в 879 году, через 17 лет после призвания в Новгород, в славянские земли, Рюрик умирает. Умирает, ну или по другим версиям возвращается обратно в Скандинавию, передавая власть в Новгороде своему то ли родичу, то ли воеводе именем Олег. Вот этот самый Олег тоже по-разному трактуется нашими учеными. Одни говорят, что это был славянин из Рюрикова рода, другие говорят, что это был однозначный Норман, Скандинав и настоящее его имя никакое не Олег, а Хельги. И вот этот самый Хельги или Олег в нашу историю вошел с прозванием Вещи. Почему Рюрик не передал власть своему сыну, сказать трудно, говорят о том, что сын Рюрика, Игорь Рюрикович или в скандинавском варианте произнесения его имени Ингвар, к этому времени был еще малолетен, поэтому сам управлять не мог. И пока Игорь не войдет, так сказать, в зрелую мужскую пору, править за него должен был вот этот самый Олег. Именно князь Олег, Олег Вещий, то есть мудрый, хитрый, продуманный и объединяет два центра Новгород и Киев, создавая единое древнерусское государство. Происходит это согласно датировке повести временных лет в 882 году. Олег собирает достаточно большое войско, состоявшее из новгородских славян, из Веси, Кривичей, из Варягов и с этим войском движется вниз на юг по пути из Варяг в Греки, параллельно подчиняя своему влиянию те племена, которые вдоль этого пути лежат. Добравшись до Киева, князь Олег увидел перед собой достаточно мощный город, который надо было взять под контроль, однако штурмовать его в открытую означало потерять большую часть своего войска. И Олег, который отличался высокой степенью хитромудрости, придумал изящный ход. Он повелел своим воинам укрыться на дне лодий, на которых они спускались по реке Днепр и изобразил из своего военного каравана караван торговый. Дескать, мы не воины, мы простые торговцы, которых немало было в это время на пути из Варяг в Греки. Мы приедем в Константинополь, желаем у вас остановиться, обладаем любопытными товарами. Не желают ли два киевских князя Аскольд и Дир на эти товары посмотреть? В результате получилось так, что киевляне торговцев приняли, открыли ворота и киевские правители Аскольд и Дир спустились на пристань. И вот тут-то воины Олега выскочили из лодий, схватили Аскольда и Дира. Сам Олег обратился к киевским правителям с такими словами, вы не княжеского роду, но со мной Игорь и от его имени я правлю, а Игорь сын Рюрика княжеского роду. Поскольку Аскольд и Дир по мнению Олега не княжеского роду, то значит они узурпаторы и этих узурпаторов по приказу Олега убили. А варяги Олега совершенно спокойно, без сопротивления берут оставшиеся без руководства Киев. Киев, захваченный в 882 году, князю Олегу очень понравился и летопись нам говорит, что Олег сказал, что Киев будет матерью городов русских. Я не знаю, как город Киев, явно мужского рода, отреагировал на то, что он станет матерью, но вот эта фраза известна нам по повести временных лет и до сих пор Киев называют матерью городов русских. Тут скорее всего имела место такая филологическая ошибка, допущенная монахом Нестором. Можно предположить, что иностранные языки, греческий например, Нестор знал не очень, но когда он писал свою повесть временных лет, он скорее всего опирался на какие-то древнегреческие, прошу прощения, греческие, византийские источники, в которых Киев, столица древнерусского государства, назывался по-гречески столицей, то есть метрополисом. Метрополис, столица. И Нестор перевел вот это вот греческое слово метрополис дословно материнский город, то есть матерь городов. Вот так вот и появилось это устойчивое выражение. Историки, кстати, вспоминают Нестору еще одну любопытную филологическую неточность. Нестор говорит о том, что с Рюриком-то приехало два брата, Трувор и Синиус, однако никаких упоминаний больше об этом самом Синиусе и Труворе просто нет. Поэтому некоторые историки считают, что в данном случае, упоминая двух братьев Рюрика, якобы существовавших, Нестор снова не точно перевел только уже не византийский, а скандинавский текст, в котором были слова Труворинг, Эт Синихус, то есть в дословном переводе с верной дружиной и собственным родом. Рюрик приехал не с Синиусом и Трувором, а с собственным родом Синихус и верной дружиной Труворинг. Так или иначе, верное это предположение об ошибках Нестора или нет, повесть временных лет все равно остается для нас ценным источником. И именно она содержит подробный рассказ о том, как князь Олег расширил границы нашего государства. Если в 862 году при Рюрике древнерусское государство в основном располагалось в северных землях, то теперь большая часть торгового пути из Варяг в Греки при князе Олеге была взята под контроль, а последующие князья еще больше будут расширять территорию этого древнего государства. Историки традиционно называют это древнерусское государство Киевской Русью, но мы должны понимать, что сами жители Киевской Руси, наверное, страшно бы удивились, если бы им сказали, что они жители Киевской Руси. Вот это вот название, это исторический конструкт, который придуман историками 19 века, в первую очередь, точнее даже раньше 18 века, для того, чтобы объяснить вот этот хронологический период. Мы с вами будем пользоваться этим названием Киевская Русь, но будем иметь в виду, что это не само название древнерусского государства. Князь Олег, объединив Новгород и Киев в единое государство, взял себе титул великого князя. Мы с вами знаем, что князья, просто князья, были у всех славянских племен, но теперь в Киеве сидит на престоле великий князь, князь над князьями. Правители других племен должны этому князю подчиняться. Князю Олегу довелось править на Руси достаточно долго. В Новгороде он правит с 879 года, а в Киеве с 882 до 912, крайне продолжительный срок. Князь Олег не успокоился на том, что просто взял под контроль Киев. Он был вынужден расплатиться с наемными воинами-варягами, которых было немало в его дружине. Летопись говорит, что своим варягам князь Олег заплатил большую сумму в 300 гривен серебра. Гривны на Руси называлась такая денежная единица, слиток серебра весом около 200 грамм. Ну, соответственно, можно понять, какой вес серебра был заплачен. 300 гривен, каждая по 200 грамм, все это ушло варягам. Что это было? Данью, выплачиваемую варягам, князем Киевским Олегом, или расплата с наемными воинами, вопрос дискуссионный. Но так или иначе, своих беспокойных варягов князь Олег отправляет после взятия Киева дальше, и многие из них нашли себе потом службу у византийского императора. Устанавливая собственную власть, в первую очередь, князь Олег облагает покоренные племена налогами. Точнее, данью. Налог это что-то систематическое, налог это что-то устойчивое. Дань, которую киевский князь брал с покоренных племен, была на тот момент еще почти полностью бессистемна. Ученые-историки называют вот эту самую дань любопытным словом по люди. Надо сказать, что устанавливая дань над славянскими племенами, князь Олег, теперь уже великий киевский князь, вступил в неизбежный конфликт с другими соседями, которые в это время со славянских племен тоже брали дань. Я имею в виду хазарский каганат. Не случайно в своей песне о вещьем Олеге Александр Сергеевич Пушкин говорит о том, что князь Олег отмщал неразумным хазарам. Вот. Или, по крайней мере, собирался отмстить неразумным хазарам. Тут наш великий поэт отразил в своем произведении конфликт, который шел между киевскими князьями и хазарскими правителями за контроль над славянскими племенами за взымание дань. В конце концов, в этом конфликте уже не при Олеге, а существенно позже победят киевские князья, и хазарский каганат будет уничтожен, но об этом поговорим позже. А пока что поговорим подробнее про эту самую дань. Историки называют способ взымания этой дани полюдьям. Что такое полюдье? Полюдье это ежегодная поездка, которую киевский князь совершал по покоренным им племенам, то есть ездил по людям. Отсюда и название. Выглядело это полюдье так. По осени, когда собран урожай, из Киева с дружиной и немаленьким обозом выезжает князь и начинает совершать такой круг по своим владениям. На карте, которая представлена на вот этом слайде, воссоздана реконструкция вот этого самого пути, через какие племена, через какие поселения ехал киевский князь со своей дружиной. Приезжая в то или иное поселение, к тому или иному племени, князь брал то, что считал нужным. И в общем-то возразить ему никто не мог, потому что за плечами князя, за его спиной, стояла мощная киевская дружина, суровые мужчины, вооруженные мечами, которые любому бы объяснили, что он страшно неправ, отказываясь платить дань великому князю Киева. Четкий размер дань не определен, но периодичность понятна. Один раз в год. Постепенно набивая обоз всевозможными вот этими вот продуктами, полученными с покоренных племен, дань брали в полюдии не деньгами, а именно продуктами. Где-то к весне князь Киевский завершал этот объезд и возвращался в Киев. А дальше эта дань частично шла на содержание княжеской дружины и княжеского двора, а частично грузилась на корабли и отправлялась путем из варяг в Греки, в Константинополь, где в общем-то русские товары, скажем, мед, пушнина или рабы весьма ценились. В обмен на это киевские князья получали высококачественное оружие, тонкие ткани, вина и прочие золотые, серебряные и не только украшения. Таким образом, собирая дань с покоренных племен, князь наращивал, наращивал, наращивал свое богатство. Естественно, никакой радости платить эту дань у покоренных племен не было и все держалось исключительно на военной силе князя. Потом это сильно скажется на последующих событиях. Олег известен не только установлением единой власти на Руси, он известен своими походами на византийскую столицу Константинополь, город Царьград. Вообще, первый поход, крупный поход, который правители русского государства совершили против Константинополя, относится еще к временам до того, как возникло единое древнерусское государство. В 866 году, если верить повести временных лет, киевские князья Аскольд и Гир совершали большой поход на Константинополь, доставили много неприятных минут и волнений византийскому императору, пограбив окрестности и вернувшись с большой добычей. Правда, греческие источники относят этот поход не к 866, а к 860 году. Надо сказать, что между теми датировками, которые основываются на иностранных источниках и приняты в исторической науке, и теми датировками, которые есть в повести временных лет, есть некоторые разночтения, различия. И мы должны понимать, что все вот эти даты, которые я называю, начиная с даты призвания варягов с 862 года, это даты достаточно условные. Так или иначе, Аскольд и Гир заложили добрую традицию. После них все киевские князья, все киевские правители должны были сходить походом на Византию. Если не на сам Константинополь, то хотя бы на его границе. Константинополь привлекал славян своими богатствами. Не случайно славяне называли его царьградом. И вот походы на царьград совершает и князь Олег. Повесть временных лет говорит о том, что таких походов было два. Первый поход 907 года был грандиознейшим. Нестер пишет о том, что Олег собрал огромное войско. Две тысячи ладей были спущены на реку Днепр. В каждой из них сидело по 40 воинов. И вот такое огромное войско, 80 тысяч человек, вниз по Днепру вышло в Черное море и вдоль Черноморских берегов двинулось к византийской столице. Такое огромное количество русов страшно напугало византийского императора. Скорее всего, конечно же, это очень и очень завышенные цифры. Абсолютно легендарные. И в этом смысле историки давно уже пришли к мнению, что верить цифрам о количестве людей в средневековых или в древних армиях, основываясь только на сообщениях письменных источников, нельзя, потому что цифры абсолютно фантасмагорические. Когда князь Олег подошел к Константинополю, страшно перепуганные греки, для того, чтобы не допустить высадки русов и славян Олега у городских стен, перекрыли цепью вход в главную бухту Константинополя, в залив Золотой Рог, где, в общем-то, располагались портовые сооружения. И русские ладьи перебраться через эту цепь, конечно же, не могли. И вот здесь Олег еще раз проявил свое хитромудрие. Не зря же его называли вещем. Легенда говорит о том, что князь Олег повелел высадиться своим войскам на берег, вытащить на берег ладьи, поставить их на колеса и, подняв паруса на колесах, по суше, как по морю, русские ладьи двинулись к стенам Константинополя. Византийцы испугались страшно. Византийские испугались до невозможности. Ну, сами представьте себе, когда по суше к вам движутся корабли, наполненные большим количеством здоровых, агрессивных мужчин, византийцы не стали сопротивляться, дошли на переговоры с Олегом и согласились выплачивать дань русам. Дань была выплачена огромная, просто неимоверная, если верить тем цифрам, которые приводит летописец Нестор. А князь Олег в знак своей победы и взятия дани с Константинополя повесил на кворотах Константинополя собственный щит. Щит на вратах цареграда. Это символ правления князя Олега. С огромной добычей князь возвращается обратно в Киев. Правда, вот здесь есть один любопытный нюанс. Ни в одной греческой хронике упоминания о таком походе в 907 году просто нет. Греки в своих хрониках, где отмечали даже самые малейшие события, почему-то не отметили приход 80-тысячного войска, которому были вынуждены заплатить неимоверную по количеству дань. Нет и упоминания об этих кораблях, которые ездили по суше. Поэтому ученые-историки приводят различные реконструкции всех этих событий. А некоторые говорят даже о том, что летописец Нестор снова совершил ошибку, когда описывал эти события. Дело в том, что у князя Олега был еще один поход в 911 году. И вот этот поход 911 года, второй поход Олега на Царьград, снова, по мнению Нестора, был удачным. Правда, на кораблях по суше ездить уже не пришлось. Греки просто согласились выплатить большую дань и заключить крайне выгодный для русских торговцев договор. Греческие источники похода 911 года как раз отмечают. Договор этот есть и в греческом варианте, заключенный между киевским правителем и византийцами. Поэтому историки считают, что события одного и того же похода 911 года Нестор-летописец разнес почему-то на две разных составляющих части. Так или иначе, в наших учебниках школьных по истории, в том числе в программе по ЕГЭ, говорится, что было два похода. Там верят Нестору. 907 и 911. Договор, который Олег заключил с Византией, был первым таким вот письменным договором и крайне выгодным для славянских и русских купцов, которые получили в Константинополе очень широкие права. Первый письменный договор датируется 911 годом. А дальше, вернувшись из похода, князь Олег решил то ли добровольно отдать власть, то ли с ним приключился известный из литературных произведений несчастный случай. Злая гадюка укусила его и принял он смерть от коня своего, как вел Владимир Семенович Высоцкий. Так или иначе, после 912 года из русских летописей Вещий Олег, первый великий князь Киевский исчезает и к власти наконец-то приходит сын Рюрика Игорь Рюрикович. В истории Игорь Рюрикович, правившись с 912 по 945 год, называется Игорем Старом. И это неудивительно. Если в 879 году он был младенцем и дожил до 945 года, у него был очень длительный, особенно по тем временам, срок жизни. Пока Олег был жив, Игорь на престол не претендовал, по крайней мере у нас нет никаких сообщений о каких-то претензиях Игоря на престол. Но когда умер Олег, который не был из рода Рюрика, власть вернулась к Рюрику и можно сказать, что с Игоря начинается первая династия русских правителей, династия Рюриковичей. Игорь продолжил дело своих предшественников, Рюрика и Олега, покоряя соседние древлянские племена, покоряя другие славянские племена, например, племя Уличей, продолжая военные конфликты с Хазарами, сталкиваясь с новой опасностью, пришедшей из далеких азиатских степей, с новыми кочевниками, с печенегами. При этом князь Игорь достаточно успешно продвигал на юг, взяв под контроль устье реки Дон и взяв под контроль пролив, который разделяет полуостров Крым и полуостров Тамань, то есть ведет из Азовского моря в Черное. Там на месте греческого города Таматарха был при помощи князя Игоря основан древнерусский город Тьму-Таракань, который надолго станет таким форпостом Киевской Руси на юге, хотя и форпостом сильно оторванным, отделенным печенежскими и хазарскими степями от основной территории нашей тогдашней русской державы. Любопытным фактом является то, что именно при князе Игоре впервые в договорах упоминается название «Русская земля». Русская земля, как единое государство, упомянуто в договоре, который князь Игорь заключил с Византией. По доброй традиции, которая возникла при его предшественниках, князь Игорь, разобравшись в той или иной степени с внутренними делами, тоже совершает походы на Византию. Если верить повести временных лет, таких походов тоже было два, в 941 году и в 944 году. Цель этих походов все та же, пограбить и взять с византийцев дань. Однако, в отличие от своего предшественника, Олега, чьи походы на Византию были успешны, Игорю так не повезло. Поход 941 года, без тысячи, просто 941 года, оказался для Игоря неудачным. Когда большой флот русов, наши деревянные лоди подошли к Византии, византийцы выставили против них свой флот, который был вооружен таким чудо-оружием, вундерваффе того времени. Таким оружием был знаменитый греческий огонь. Какая-то смесь на основе нефти, обладающая свойствами современного напалма. Вот этот самый греческий огонь, через специальные пневматические устройства, а иногда и просто в виде бочек, выбрасывался византийцами с огненосных судов, драмонов, на флот противников. От греческого огня страшно страдали арабы, неоднократно воевавшие с византийцами. Теперь от этого греческого оружия, тайну которого византийцы хранили, как самый главный государственный секрет, пострадали русы князя Игоря. Русский флот был сожжен, уничтожен. Его остатки, конечно, прогулялись вдоль малоазийских берегов, пограбили, что смогли, но в целом поход 941 года был неудачен. Видимо, понимая, что ходить на Византию морем теперь становится опасно, свой второй поход 944 года Игорь совершает по суше. Русское войско движется к реке Дунаи вдоль черноморских берегов, угрожая Византии с суши, и византийцы, не желая, чтобы русы вторглись в пределы империи, высылают послов навстречу. И вот там, не дойдя до Византии, на Дунае, Игорь беседует с послами, получает от византийцев дань и удаляется в Освояси. Видимо, византийцам все-таки было выгоднее просто откупиться деньгами, благодаря своему богатству от навязчивых русов, чем героически с ними воевать. Так или иначе, два похода Игоря на Византию, в общем-то, были менее удачны, чем походы Олега. Вернувшись из второго похода в 945 году, Игорь по традиции отправляется в полюдье и вот здесь вот героически погибает. Ну, точнее, как сказать героически? В общем-то, ничего особо героического в его смерти не было. Это как раз история из Сирии и жадность фраера сгубила. Нестер Летописец говорит о том, что князь Игорь в 945 году отправляется в полюдье, приезжает к племени древлян и требует древлян дань. Древлян, которых сначала покорил князь Олег, а затем князь Игорь, в общем-то, всегда косо смотрели в сторону Киева и были готовы к восстаниям, такие своеобразные сепаратисты. Летописец вообще говорит, что древляне жили зверским образом в своих лесах. Но первый раз князь Игорь дань с древлян взял. Он уже покинул древлянские земли, когда его дружина к нему обратилась такими словами. Князь, что-то мы мало взяли. Вот посмотри на дружину воеводы Свинельда. Они все в золоте, в парче, в дорогих тканях, а мы бедные, голые, босые. Давай, князь, вернемся обратно к этим самым древлянам и еще раз с них возьмем дань. Князь подумал-подумал, основную часть дружины с обозом отпустил дальше, а сам в малей дружине, как пишет летопись, вернулся к древлянам, чем чрезвычайно их удивил. Древляне пытались объяснить князю Игоря, что он уже только что взял с них дань, второй раз дань брать не надо. Но князь Игорь был неумолим, вторично требовал дань. Видимо, воины из его охраны вели себя среди древлян как-то не очень подобающе. Так или иначе, древляне решили, что если волк залез в овчарню, пока всех овец не передавит, не успокоится, надо этого волка убить. Поэтому сговорились и подняли восстание. В результате небольшой отряд, который был с князем Игорем, был перебит, а сам князь Игорь попал в древлянский плен и был жестоко казнен. По легенде, его привязали к двум склоненным березам за ноги, а потом эти березы отпустили, в результате князя Игоря разорвало напополам. Восстание древлян привело к тому, что древлянское племя отказалось выплачивать дань Киеву, и эту проблему теперь пришлось бы решать малолетнему сыну Игоря Святославу или его матери, жене Игоря, княгине Ольге. Так вот, о княгине Ольге и о князе Святославе мы с вами поговорим на следующей лекции. Большое спасибо за внимание, всего доброго.